Доброе утро, Хакасия! Непременно начните этот день с утра, Хакасия, ведь наша программа – лучшая пилюля от хандры и скуки. Ну а мы, Ольга Семенова и Иван Тинников, расскажем, где в округе лучшие грибные места. Оценим качество самых долгожданных ремонтных работ на улице Кирова в Абакане. Будет еще масса всего интересного. Начинаем! Утреннее солнце дало старт новому дню в Хакасии. На календаре четверг, 6 сентября. И сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди достаточно молодой для нашей страны структуры – подразделений по противодействию экстремизму МВД России. Им исполнилось ни много ни мало – 10 лет. В этот день более солидную дату отмечает не человек, но звание. Звание? Да, да. Звание «Народный артист СССР» было учреждено 6 сентября 1936 года. За 55 лет существования награды народного артиста получили более тысячи выдающихся деятелей искусства. Среди них актеры кино и театра, музыканты, работники радио и телевидения. В числе первых народных артистов были оперные певцы Леонид Собинов и Федор Шаляпин. В народном календаре сегодня Евтихий тихий. На Руси на Евтихия наблюдали за погодой. Если шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год. Также в народе почитали и тихого целителя – алоэ вера. Вот ты знал, например, что алоэ было известно еще египтянам как растение бессмертия? Конечно же, не зря же его применяют при различных заболеваниях. Но хоть алоэ и знакомо нам с детства, возможно, следующие факты о нем вы еще не знаете. Сок алоэ содержит витамины, минералы и обладает целебными свойствами. Его издавна используют при лечении ожогов, раздражениях кожи и обморожениях. Существует предположение, что даже сам Александр Македонский вторгся на остров Сокорта после того, как ему стало известно, что там произрастает огромное количество алоэ, достаточное для лечения ран целого батальона. Алоэ может обеспечить эффективное облегчение при таких патологиях, как диспепсия, язва, воспаление кишечника и расстройство желудка. Кроме того, алоэ укрепляет пищеварительную систему и снимает воспаление суставов. Поэтому его стоит употреблять людям, которые страдают от артрита. Алоэ содержит такие важные ферменты, как амилаза или паза. Они способны улучшить пищеварение, так как расщепляют жир и молекулы сахара. В алоэ содержится витамин В12, который помогает производить красные кровяные клетки. Это очень важный источник этого витамина для вегетарианцев, особенно у которых наблюдается его дефицит в рационе. Польза этого растения не ограничивается только наружным применением. Его можно принимать и внутрь. Алоэ употребляют в пищу непосредственно в виде растения. Но самым простым и наиболее приемлемым вариантом является сок. Его можно смешивать с фруктовыми коктейлями. Есть и противопоказания. Чистый сок алоэ может вызвать отравление и воспаление почек и кишечника. Также он противопоказан беременным. При длительном применении препаратов алоэ может происходить излишнее выведение из организма некоторых минеральных веществ. Сегодня на дорогах республиканской столицы станет заметно безопаснее. Для несения службы на городские дороги выйдет молодежный патруль. Студ Совета Бакана и представители Дома волонтеров традиционно облачатся в ростовые куклы сказочных героев и будут напоминать детям правила дорожного движения и помогать переходить дорогу. В час по полудню активисты начнут свое движение от Дворца Молодежи в сторону перекрестка улиц Дружбы Народов и Кати Перекрещенко. Обойдет патруль и прилегающий к АДМу территории. А далее в нашем эфире обзор других не менее актуальных новостей из жизни 19 региона. Представители власти Хакасии посвятят эту субботу общению с жителями региона. 8 сентября в третий раз в республике пройдет единый день личного приема граждан. Население сможет задать вопросы министрам, экзамам, а также главам муниципалитетов. Время приема с 11 часов до последнего обратившегося. В районе поселка Ташибау Стебаканского района открылся Центр технической поддержки БелАЗ. Это первый масштабный проект в рамках сотрудничества Хакасии и Белоруссии. А в нашей республике на рудниках, разрезах и заводах работает около 300 БелАЗов. С открытием технического центра Хакасия получит качественный сервис ремонта запчасти. Региональный оператор по утилизации бытовых отходов вскоре начнет работу в Хакасии. Накануне в Бабакан прибыл первый новый мусоровоз компании Аэросити-2000. Вместительность этого грузовика около 80 кубов непрессованных отходов. Автомобиль будет высыпать мусор в свой кузов, там же прессовать. Этот мусоровоз отправится в Таштыбский район и Абазум. Остальные 7 машин закупят в ближайшие месяцы. Все они оснащены системой ГЛОНАСС, что исключает возможность появления стихийных свалок. В перспективе планируется построить в Хакасии мусороперерабатывающие комплексы, ввести раздельный сбор мусора. Благотворительный фонд «Дети Абакана» подвели итоги акции «Абакан идет в школу». Она стартовала в августе. В течение трех недель в Центре детского творчества работал специальный пункт «Подари детям», куда могли прийти все желающие, чтобы накануне нового учебного года помочь детям из семей, в которых сложились особые жизненные обстоятельства. В общей сложности горожане и предприниматели помогли почти двум тысячам ребятишек. Наша землячка Даниэла Колесник стала чемпионом мира по пауэрлифтингу. Первенство сейчас проходит в Южно-Африканской республике. Даниэла выступала в категории до 57 килограммов и одержала победу с результатом в сумме 512,5 килограммов, сообщили в Минспортах Хакасии. Девушка завоевала три медали – в треседе, жиме, лёже и тяге. Ближайшую соперницу из Украины наша спортсменка обошла на 30 килограммов. На третьем месте оказалась атлетка из США. Вот отчего в России спать так спокойно? И отчего же, Оль? Да, от того, что границы страны под надёжной защитой нашей доблестной армии, а сильная она от того, что оснащена современными видами вооружения, да и учения проходят с завидным постоянством. Одни из таких накануне прошли в Калининградской области. Тактические навыки здесь отрабатывали мотострелковые и артиллерийские соединения армейского корпуса Балтийского флота. Гусеничные боевые машины пехоты, БМП-2, танки «Урал», самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и морская авиация Балтийского флота. Всего в манёврах участвовали более 2000 человек из выше 200 единиц техники. И вся эта армада на учебном полигоне сделала гораздо меньше дыр, чем было на улице Кирова в Абакане, в границах Некрасова и Ленинского комсомола. Но, наконец-то, этот участок дороги стал тупиковым. Накануне его перекрыли для проведения ремонтных работ. С места событий Кирилл Ермаков. Многие из нас наверняка задавались вопросом, когда же, наконец, улица Кирова, вернее, то подобие улицы и подобие дороги, которое мы наблюдали от Ленинского комсомола до Некрасова, превратится в полноценную, нормальную, широкую улицу. Радуемся, друзья, все вместе. Наконец-то это свершилось. Именно в связи с этим перекрыта эта часть дороги. Судя по огромным кучам щебня и гравия, дорога будет сделана по всем нормам, требованиям и правилам. Иначе говоря, на совесть. В последнее время этот участок улицы Кирова, мягко говоря, не вызывал восторга ни у автомобилистов, ни у пешеходов. Ведь даже пешком, в связи с отсутствием тротуаров, здесь передвигаться было весьма затруднительно. Раньше тут вообще было непроходимое болото, и было невозможно идти вообще в школу. Сейчас, конечно, тоже сложно здесь проходить, но зато будет лучше. Какие-то неудобства в связи с этим ремонтом у вас есть сейчас? Нет, у нас нет. То есть все нормально? Да. Все хорошо? Конечно. Отлично. Машина хоть сейчас не ездит. Тоже плюс? Да, тихо. Данный участок дороги будет перекрыт до 14 октября. Поэтому планируйте свой маршрут с учетом этого. Ну и после ремонта здесь, друзья, будет хорошая широкая улица с тротуарами, наконец-то, с газонами, скорее всего, хоть и зима впереди. В общем, друзья, заживем. А вот сколько придется ждать жителям соседней улицы Баграда, нам неизвестно. Вроде бы далеко не окраина, а без резиновых сапогов или, кроме как на джипе, делать здесь нечего. Здешним жителям остается лишь завидовать белой завистью соседям, ну и, как всегда, верить в лучшее. Как скоро на этом участке дороги завершатся ремонтные работы, зависит в том числе и от погоды. Вот она-то у нас как настоящая капризная дама. Ну, я бы даже сказал, клоунесса такие трюки выделывает, как, например, этот первый снег, выпавший на радость жителям села Приисковая Орджоникидзовского района. Это морозное видео, на котором активисты уже слепили забавного снеговика, облетело соцсети страны и стало настоящим предвестником приближающейся зимы. Хотя, ох, как хочется, чтобы теплые деньки не уходили от нас как можно дольше. Оль, увы, но это неизбежно. В этот четверг температура воздуха в Хакасии будет по-настоящему осенняя. Днем по республике от 14 до 18 тепла. Ночи, само собой, уже более прохладные, от 3 до 9 градусов со знаком «плюс». Радует, что хоть осадки не ожидаются. Это был обобщенный прогноз, а теперь давайте подробнее по территории. Черногорский и Устебакани в этот день малооблачно, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 17 тепла. Сорские безоблачно, но не выше 14 на термометрах в дневное время. В Саиногорске и Беи дожди маловероятны. Максимальная температура воздуха днем 16 градусов выше 0. В Белом Яре безоблачное небо и плюс 18. В Аскезе в светлое время суток плюс 17, преимущественно без осадков. В Баграде на градус прохладнее, без осадков. В Ширах воздух прогреется до плюс 15 градусов. В Абазето, Штыпе и Копьево малооблачно, без осадков. А на градусниках здесь днем 15 выше 0. Осадки маловероятны. В Абакане в этот четверг ясно и преимущественно без осадков. Воздух в столице Хакайси к полудню прогреется до плюс 18 градусов. Слабый ветер ночью температура упадет до 9 со знаком плюс. От невысоких плюсов осенней погоды предлагаем перейти к чему-то более возвышенному. К космосу и предсказаниям звезд. Овны. Побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу, насколько возможно, более разнообразно и полно. Так, чтобы на завтра трудно было вспомнить о произошедшем. Тельцы. Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле. Близнецы. Сегодня вам следует быть по возможности более практичным, нежели обычно. Даже самый маленький каприз может обернуться не самыми приятными последствиями. Раки. Сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции слушателей. Львы. Будьте подозрительны сегодня. Вас не слишком трудно обмануть, а нынче такой день, когда это вполне может произойти. Девы. Сегодня желаемое так легко дастся в руки, что вы можете почувствовать даже легкое разочарование, полученное без борьбы, становится менее ценным, но менее необходимым-то оно от этого не становится. Весы. Сегодня управление вашим организмом будет перескакивать с левого полушария на правое и обратно, тем самым заставляя вас мыслить то математически четкими, то художественно-абстрактными категориями. Это все ничего, лишь бы посередине не застревало. Скорпионы. Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которое заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах сегодня и речи быть не может. Запорите. Стрельцы. На сегодняшний день не стоит строить жестких планов. Их наверняка придется менять, возможно, вам придется заняться тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь. Козероги. То, от чего вы так стремитесь избавиться, настойчиво продолжает следовать за вами. Возможно, стоит сделать вид, что это вас устраивает, тогда отстанут. Водолеи. От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. И если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко его добьетесь. Рыбы. Не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих. Своя кленовая аллея появилась у жителей Черногорска. 60 саженцев, привезенных из Бейского лесничества, отныне будут украшать одну из самых оживленных улиц города. Юбилейную. Нравится. Побольше таких аллей по всему городу бы сделали. Это очень хорошо, потому что появляется место, где можно гулять с детьми, где можно просто вечером пройтись и глаз будет радоваться. Замечательно, что растет. Но главное, чтобы вы на следующий год продолжали заниматься этой аллеей. Чтобы не только деревья были, но и цветы были, лавочки какие-то, потому что молодые мамы очень часто возгуляют. На этом местные власти останавливаться не намерены. Весной в Черногорске планируются более масштабные мероприятия по озеленению. Но это в перспективе. А пока молодые клены были высажены в рамках осенней акции «Живи лес». Она продлится в Хакасии до конца октября. В городах и районах республики пройдет расчистка лесных массивов от мусора. И в школах проведут беседы о бережном отношении к лесному богатству. Вот, кстати, о дарах леса. На радость грибников вовсю пошли белые грибы. На месте не удержалась и наша Наталья Чудина. Прихватив дождевик, она отправилась в Синеборск Шушинского района. Ну что ж, давайте узнаем, наполнила ли Наталья Лукошко. Сегодня наша задача найти белые грибы. Нам сказали, что в этом лесу, он, кстати, не так далеко от Апакана, всего в 30 минутах езды, они водятся. Вы типа грибы, типа грибы. Первое правило грибника – не знаешь гриб, не бери его. Ну, грибы здесь точно есть. Вот мы нашли уже пару синявок. Правда, они не очень молодые, поэтому брать их тоже не стоит. А вот под этим деревом уже опята. Опята бывают ложные, поэтому проверяем внимательно. Смотрим. Вот, к примеру, этот с юбочкой. Значит, настоящий. Ну, наконец-то нам повезло. Грибов мы нашли сразу несколько. Вот, 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 вот. В общем, жареха сегодня точно будет. Это маслята, кстати. Свеженькие, красивенькие. Еще одно правило грибника – грибы нельзя вырвать с корнем. Это повредит их грибницу, и в следующем году здесь уже их будет гораздо меньше. Поэтому ходим в лес очень аккуратно, очень осторожно, обязательно с острым ножом. Вообще нам сказали, что в этих местах грибы попадаются высотой до 25 сантиметров. Очень много белых. Но пока в нашей корзине только сыроежка и маслята. Ну вот мы еще нашли два замечательных... А нет, смотрите, три замечательных гриба. И опять это не белые. Но на жареху или на грибовницу пойдут. Они какие красивые. Вот мы нашли два гриба, очень похожих на рыжики. Но в том, что это рыжики, я не уверена. И поэтому мне на помощь придет гугл. Хороший лист с интернетом. Окей, гугл, как выглядят рыжики? Ну, все-таки, наверное, это не рыжик. Потому что у рыжика, как мы видим, оранжевые пластинки. Так что брать его все-таки не будем. Хотя, скорее всего, это волнушка, и на засолку она будет идеальна. Главное, что вы можете взять в лес сегодня селфи-палку. И если вы не принесете грибы, то люди все равно поверят, что вы за ними ходили. За два с половиной часа в лесу я дважды чуть не потеряла нож. Сломала корзину и набрала сыроежек, маховиков. Что там у нас еще? Маслята. И, в общем, ни одного белого. Нет их в этом лесу. Но если вы знаете, в каком лесу они есть, обязательно сообщите. Мы проверим. Хорошо, что нашим грибникам не встретился медведь. Хотя мишку, которого мы вам сейчас покажем, можно не бояться. Знаменитый на всю Россию авиамедведь Мансур на днях встретился со своим папой из Тверской области, частным пилотом Андреем Ивановым. Долгожданная встреча спустя два месяца разлуки прошла на аэродроме Орешково в Калужской области. Мансур бросился облизывать руки Андрея, обнимать его и, играя, валить на землю. Гигант, которого пилот воспитывал с малолетства, никак не отпускал мужчину, который стал для него настоящим папой. Ну, очень милое видео. Будем надеяться, что этот день принесет только приятные сюрпризы. Желаем вам отличного настроения и успехов в делах. Не забудьте завтра проснуться вместе с РТС. Продолжение следует...